К новостям в мире. Ливанская Хизбулла, периодически обстреливающая север Израиля, накануне столкнулась с крупнейшей атакой. Сотни активистов оказались совершенно не готовы к взрывам пейджеров, их основного средства связи. За полчаса серьезные раны получили около 4000 человек, 11 погибли. Взрывы произошли за день до того, как власти Израиля объявили новые цели войны в Газе. Теперь в списке есть и борьба с Хизбуллой. Сама группировка обвинила в произошедшем Израиль, чего ожидать дальше и стоит ли опасаться других средств связи, расскажет Нара Сюнбаева. Ливанские больницы переполнены. Пейджеры взрывались в карманах брюк, пиджаков и что хуже всего у лица. Перед взрывом они пищали, чтобы владельцы поднесли их к лицу, пишет New York Times. Агентство Reuters со ссылкой на собственные сочники прямо называет виновника восстания машин. Это израильская разведка Mossad. Именно она, как пишет агентство, заложила взрывчатку в 5000 пейджеров. Пострадали 4000 человек, погибли 11. Большинство травм приходится на лицо, руки или область живота. Также много травм в области глаз. Их сразу же направляли в операционный. СМИ пишут, пейджеры недавно привезли по заказу Хизбуллы из Тайваня. Производителем является компания Gold Apollo, но ее представители заявили, что они тут ни при чем. Взрывы произошли за несколько часов до того, как в Израиле объявили новые цели, в числе которых и борьба с Хизбуллой. После 7 октября эта группировка периодически напоминала о себе перестрелками на границе с Ливаном. В Хизбулле пообещали отомстить. И эксперты склонны им верить. У них есть высокоточные ракеты, которые могут попасть практически в любую точку Израиля. Несмотря на нынешнее замешательство в рядах Хизбуллы, то, что они могут и дадут справедливый ответ, это вопрос времени, уверены эксперты. Этот инцидент был очень важен. Он может изменить ход любой израильской кампании в будущем. Это будет попытка вернуть любой дом. И вчера израильское правительство озвучило новые цели. Одно из них – возвращение домой 60 тысяч израильтян, которые были эвакуированы в начале войны. А для этого необходимо разоружить Хизбуллу в Южном Ливане. Возникает вопрос. Если смогли взорвать пейджеры на расстоянии, то теоретически можно проделать то же самое и с мобильными телефонами. Тем более, такое уже было. Почти три десятилетия назад Израилю удалось ликвидировать главного разработчика бомб для Хамаса. Его звали Яхия Аяш по прозвищу «Инженер». Он был убит, когда из-за взрывчатки взорвался его мобильный телефон. Знаете, это не те вещи, которые происходят случайно. Это была целенаправленная атака, осуществленная чрезвычайно изощренным субъектом национального государства. Так что, если вы не террорист или не причастны к какой-то ужасной деятельности, я думаю, вы можете быть уверены, что ваш мобильный телефон или пейджер, если вдруг вы им пользуетесь, вряд ли подвергнутся подобному самовозгоранию. Израиль пока не комментировал происходящее. Но в Тель-Авиве накануне намекнули, что единственный способ положить конец насилию на северных границах Израиля – это военные действия. Другими словами, договариваться с Хезбаллой никто не собирается. А вот возможность силового решения проблемы рассматривается вполне серьезно. Анара Симбаева, Астана Таймс